Республикенцию посвященную анонсированному началу экспедиции совместной Российского военно-эстетического общества и Севастопольского государственного университета по поискам санитарного транспорта «Белосток», который подлинг 19 июня 1942 года в 20 милях. Мыса Фиолет. Это судно известно и тем, что это был последний транспорт, который прорвался, буквально прорвался в Севастополь перед его сдачей, перед тем, как город был, к сожалению, сдан в июле 1942 года. Соответственно, вот эта трагедия, которой, к сожалению, было немало в период Великой Отечественной войны, но это один из транспортов, который до сих пор не найден. И вот его поискам, его обследованию, в случае его обнаружения посвящена вот эта вот исследовательская экспедиция. Вот. И я хотел бы предоставить слово нашим партнерам и, собственно, вдохновителям этих работ, представителям Российского военно-эстетического общества и, в частности, Михаилу Юрьевичу Миткову, научному директору Российского военно-эстетического общества. Спасибо большое. Я рад всех приветствовать на нашей совместной пресс-конференции. Сегодня очень важное событие и очень важно то, что оно проходит спустя буквально три дня после трагического события во всей нашей истории. 22 июня этого года мы говорили и вспоминали начало Великой Отечественной войны, 80-летия. И многие события, которые происходили в то время, находят отражение в деятельности Российского военно-эстетического общества. Мы провели конференцию в Музее Победы, посвященную этим событиям. Были там и военные аспекты, дипломатические, международные, жизнь общества. Мы должны об этом постоянно вспоминать и говорить, поскольку 22 июня 41-го года никогда не должно повториться в нашей истории. Мы должны быть постоянно в готовности, крепить свою обороноспособность и повышать постоянно свою просветительскую деятельность в плане того, чтобы наше молодое поколение, молодое поколение россиян, четко знало и понимало, за что воевали их деды и прадеды. Какой огромной ценой была достигнута победа. Как сооружались наши воины под Ленинградом, под Москвой, обороняя Киев, защищая Севастополь. И вот оборона Севастополя находится также одной из главных центров внимания российского военно-исторического общества еще даже до 2014 года. Но я помню то, что сразу после возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань мы проводили там вместе с крымскими, севастопольскими поисковиками в акту памяти поисковую экспедицию. И эти связи, они продолжаются. И мы очень рады и горды тем, что имеем такую тесную, хорошую, тесное, хорошее взаимодействие с Севастопольцем. Что касается, я буквально два слова скажу и передам слово моим коллегам, обороны Севастополя, то здесь необходимы дальнейшие исследования, основанные на документах. Поскольку мы имеем хорошее взаимодействие с центральным архивом Министерства обороны, и здесь российское военно-историческое общество готово оказать всю возможную поддержку в плане выявления необходимых документов, в том числе о боях на посту к Севастополе, морскую составляющую. И здесь, я думаю, что мы можем оказать действительно реальную помощь. Оборона Севастополя, которая 30 октября 1941 года началась и закончилась официально 4 июля 1942 года, но по многим документальным данным сопротивление наших бойцов на береговой линии у Севастополя продолжалось и дольше. Вот эти все трагические моменты, трагические героические моменты мы должны постоянно изучать, с вами публиковать, создавать различные программы, различные проекты, интернет-проекты, в том числе документальные, создавать в том числе документальные и художественные фильмы о обороне Севастополя. Здесь мы сегодня с вами будем говорить о очень трагической судьбе наших кораблей, наших судов, наших транспортов, и прежде всего госпитальных транспортов, которые погибли в водах Черного моря неподалеку от Севастополя. Здесь транспорт до Востока. Да, действительно, как вы говорите, это, очевидно, последнее крупное судно, которое погибло и пока не было обнаружено в водах у Севастополя. И тем важнее найти это судно, обследовать и увековечить память моряков и раненых наших бойцов, которые погибли на этом судне. Вот эта задача, которую мы с вами сегодня выполняем, имеет и большое человеческое значение. Это живая память, о которой мы не должны забывать. Вот совсем недавно, несколько дней назад, в ТАССе мы презентовали книгу, посвященную бойцам и командирам Красной Армии, которые уходили на фронт из одной конкретной деревни, из одного конкретного населенного пункта. И здесь корпорация ЭЛАР, электронный архив, который связан с Министерством обороны, оно провело большую работу, чтобы выявить и уточнить данные всех людей, которые, и мужчин, и женщин, которые ушли из конкретного населенного пункта, ушли на фронт, многие не вернулись, кто-то пришел с фронта. И каждого человека, это более 350 человек из этой деревни, удалось увековечить, как информация размещена и в электронном виде, это и, может быть, книга. Это большой проект, я хотел бы подчеркнуть, это большой проект. Теперь каждый маленький, небольшой населенный пункт на территории России может обратиться в корпорацию, например, ЭЛАР, может обратиться через нас и увековечить память своих односельчан, своих родственников, потому что в деревне там 10-12 одинаковых фамилий, либо они родственники, либо они однофамильцы, и знать, кто был твой дед, кто прадед, как он воевал, что с ним случилось. И то есть по всей стране как раз вот эта живая местная история, она объединяется с историей большой страны. И, кстати говоря, такое поручение дал совсем недавно, буквально несколько дней назад по итогам Комитета Победы президент наш Владимир Путин, чтобы заняться уже увековечением небольших населенных пунктов памяти бойцов и командиров Красной Армии, которые ушли на фронт и воевали с ненавистным врагом. Вот здесь как раз вот это госпитальное судно, это тоже часть небольшой, маленькой истории, но которая как раз и скрепляет нашу общую большую историю. Скрепляет историю всех народов нашей страны, которые вместе воевали против врага. Мы воевали вместе и победили вместе. И поскольку мы были едины, нас не удалось разгромить. Поскольку мы были едины, мы в конечном итоге победили. Я хотел бы, завершая свою вступительную речь, пожелать всем участникам экспедиции, ну, во-первых, поблагодарить их за вот этот бескорыстный труд, который они совершают, пожелать успеха, удачи в поисках и непосредственно подводной экспедиции, и в дальнейшем архивных изысканиях, для того, чтобы мы еще одно белое пятно нашей истории ликвидировали и больше узнали о героической обороне с Москвой. Спасибо. Мы, я надеюсь, все-таки постараемся в этом году провести максимально возможные, и все, что от нас зависит, мы постараемся сделать в плане обследования той точки, которая имеется у нас в данный момент по данным о месте гибели судна. Мы, конечно, понимаем, что район, к сожалению, у этой точки нет секунд, то есть район достаточно большой поисков. Даже если судно окажется в этом квадрате, то квадрат предстоящих поисков это порядка четырех квадратных километров, как минимум. А вообще, скорее всего, эта площадь, которая необходимо будет обследовать, увеличится, может быть, в два и в три раз. Поэтому мы, я надеюсь, все-таки, работая планомерно, может быть, в этом году нам углубнется удача, и мы действительно обнаружим это судно. Хотелось бы продолжить выступление наших партнеров и предоставить слово Андрею Эдуардовичу Семенову, главному специалисту Департамента проектной деятельности Российского и Исторического общества. Добрый день, дорогие друзья! Очень сложно выступать после Михаила Юрьевича, после такого душевного выступления. Но, как мы знаем, что отдельным направлением деятельности Российского и Исторического общества является уникалеченная память защитников Отечества. За те неполные девять лет, которые существуют воссозданное общество, вот за те, была проведена 131-я экспедиция. То есть, много это или мало, не нам судить. Но вот только представьте, из тех почти 10 тысяч военнослужащих, которые были обнаружены в ходе экспедиции, всего 700 человек обрели свои имена. Вы представьте, как мало людей, как мало семей знают, где погибли их родственники, прадеды, уже прапрадеды. Вот за эти 80 лет, когда началась Великая Отечественная война, с того периода, да, мы знаем, что погибло 27 миллионов человек, какая-то маленькая цифра, всего 700 человек, только экспедиции РВИО вернули домой. Их предки, их родственники знают, где они похоронены. А эти экспедиции, они проходили не только на территории Российской Федерации, но также мы проводили экспедиции и в Берестской крепости в Белоруссии, и в Финляндии, посвященные поиску останков бойцов лыжных батальонов, которые погибли в годы Советско-финской войны, и в Прибалтике, и в Приднестровье. Групными такими экспедициями, которые проводило Российское военно-историческое общество, конечно, является экспедиция Ржев-Калининский фронт на Ржевской земле. Эта экспедиция, которая сейчас не только по поиску военнослужащих погибших, в годы Великой Отечественной войны, но это и военно-археологические экспедиции, такие как экспедиция в Чудском озере по поиску места сражения Александра Невского. Также основная задача сейчас у нашего общества это проект места памяти, это нанесение на интерактивную карту мест захоронения наших воинов, а также проект место подвига это установка дорожных знаков, которые напоминают людям, проезжающим по нашим федеральным трассам, о событиях нашей истории, о подвиге наших предков, которые они совершили, защищая нашу Родину. И вот эта экспедиция, которая сейчас будет проходить, это еще одно направление для сохранения нашей памяти, потому что наша память, она не имеет слагательного наклонения. То есть мы должны помнить о наших предках, о тех людях, которые совершили поиск, возможно на нашей карте и скажем, в Министерстве обороны и управления поигрышной памяти появится еще одно место, где будут увековечивать те, кто погиб за нашу Родину. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что мы сейчас расскажем о тех задачах, которые стоят перед нами и небольшую ведем такой вот экскурс в историю вопроса и обозначим те районы, в которых мы планируем проводить работу, а потом уже подробнее остановимся на технических средствах, которые будут использованы при проведении наших поисковых работ. Итак, начнем наверное с небольшой предыстории. То есть цели и задачи исследований наших и поисковых работ это обнаружение и максимальное изучение обстоятельств гибели санитарного транспорта Белосток. В случае, а я надеюсь, что мы сможем его обнаружить, в случае обнаружения этого транспорта мы планируем провести мемориальные мероприятия и также провести мемориальные мероприятия на месте гибели транспорта Ленин, который погиб за год примерно до гибели Белостока, также возле берегов Крыма у мыса Сарыч. Значит, что представляет из себя объект, который мы пытаемся обнаружить? Это пассажирский теплоход, который был построен в 1933 году в Испании. И в 1938 году, как вы знаете, в связи с теми событиями, которые там происходили, а точнее гражданской войной, он оказался в СССР. В 1939 году это судно было включено в состав черноморского пароходства. первое его название было город Ибица, а потом впоследствии он получил сначала условное обозначение транспорт номер 4, а впоследствии наименование Белосток. И, собственно, он был задействован на коммуникациях на линиях связывавших Крым и Черноморского побережья Кавказа. Это было судно средних размеров 75 метров в длину и 11 с небольшим метров в ширину. Экипаж состоял из 127 человек. Эта информация достаточно для нас важная, так как она позволяет провести расчет того количества людей, которое теоретически могло быть на борту в момент гибели этого судна. Далее теперь обратимся к обстоятельствам гибели собственно этого транспорта. Вот они были таковы. В период Великой Отечественной войны судно совершило судно совершило в общей сложности 19 эвакуационных рейсов. Часть из них 9 рейсов в 41 и 10 рейсов в 42 году. Вывезено было из зон боевых действий из Одессы порядка 2000 человек за 6 эвакуационных рейсов и из Севастополя было вывезено более 3000 человек. С Керченского полуострова более 700 в общей сложности порядка 6 около 6000 было за этот период эвакуированных людей. Самое главное цифра которая для нас наиболее интересна это единовременное количество вывоза раненых за рейс. Составляло максимальное число 611 человек. Надо принимать во внимание что загрузка этого судна штатная составляла всего 200 человек. То есть оно могло принимать на борт в 3 раза больше и принимало как мы видим в 3 раза больше людей чем оно было рассчитано но условия войны здесь диктовали свои правила вносила жизнь свою поправку. Далее теперь вернемся к событиям вот этого рокового июня 42-го года. Судно как мы уже говорили прорвалось буквально в последние дни обороны Севастополя в город 18 июня транспорт вошел в Южную бухту и вечером отшвартовался у причалов Южной бухты. Была проведена загрузка корабля то есть привез он боеприпасы и продовольствие а отсюда забирал раненых и эвакуированы. Загрузка корабля как мы видим прошла довольно быстро вот потому что в этот же вечер буквально через несколько часов он снялся и ушел из Севастополя. Вероятнее всего это было связано с той обстановкой естественно которая сложилась в городе в тот период то есть во-первых это были обстрелы и в общем-то город уже фактически оборонялся из последних сил. Итак он выйдя на маршрут должен был уходить на Черноморское побережье Кавказа. К сожалению в час 48 перейдя уже 19 июня перейдя с фарватера номер 3 это фарватеры которые были определены для движения вот таких транспортов соответственно шедших из Крыма и Севастополя на Черноморское побережье Кавказа они шли по определенным фарватерам и вот перейдя с фарватера номер 3 в 20 милях к югу от мыса Фиолент он подвергся атаке торпедных катеров первоначально эти катера были приняты за свои поэтому им удалось подойти достаточно близко к конвою конвой состоял из транспорта Белгосток тральщика якорь и пяти морских охотников которые катеров которые их сопровождали собственно и должны были охранять но к сожалению из-за вот этой ошибки в том что катера противника были приняты за свои произошла вот это в какой-то степени из-за этого произошла эта трагедия от первой торпеды Белостоку удалось уклониться а уже другая его достигла цели и в результате полученной пробоины в результате взрыва торпеды он достаточно быстро затонул была попытка спасти людей которые находились в воде всего было спасено удалось спасти 157 человек при том при всем что катера противника пулеметным огнем препятствовали спасению людей что в общем-то конечно одно из военных преступлений потому что это в общем-то нарушает как говорится законы войны было спасено 157 человек но к сожалению погибло 388 человек это по одним данным по другим данным на борту транспорта было значительно больше людей чем как бы предполагалось и возможно число жертв доходит до 680 человек это вот как по другим данным которые в настоящий момент существуют в результате катастрофы судно сопнуло в точке 44 градуса 8 минут северной широты и 33 градуса 35 минут восточной долготы к сожалению точка без секунд и соответственно район поиска даже если принимать во внимание вот вот эти вот отсутствие секунд это составляет примерно где-то 4 на 4 километра только вот основной квадрат вот но мы начнем постепенно то есть сначала мы возьмем 2 на 2 километра и постепенно будем район поисков расширять вот собственно Белосток в момент катастрофы так он выглядел вот вот памятная доска которая была установлена в Севастополе местными краеведами и энтузиастами вот теперь я остановлюсь немножко на том оборудовании вкратце потом Станислав расскажет более подробно и покажет оборудование которое будет задействовано я вкратце расскажу о том какое будет оборудование применяться для начала мы будем использовать гидролокатор бокового обзора который позволит нам провести обследование морского дна это прибор который сканирует морское дно и позволяет выявлять на нем различные объекты как природного так и техногенного искусственного происхождения соответственно первоначально мы будем обследовать район с помощью гидролокатора бокового обзора и также морского магнитометра который позволяет при обследовании того или иного района выявлять магнитные аномалии то есть отклонения от естественного магнитного поля земли и выявлять металлические объекты транспорт белосток был естественно железного железный и соответственно вот используя этот прибор мы можем найти вот эту достаточно крупную магнитную аномалию и определить в том числе и его местоположение с помощью вот этого прибора навигация будет осуществляться также с помощью высокоточных приборов ГНСС которые позволяют фиксировать точку нахождения объекта с точностью до нескольких сантиметров в случае я надеюсь что нам будет запустовать удача может быть в этом году может быть в следующем но мы все-таки надеемся что мы в любом случае район который указан в тех координатах которые у нас имеются мы его в любом случае обследуем в этом году и если нам будет запустовать удача мы транспорт обнаружим то уже вступает так скажем следующее оборудование это ТНПА или управляемый непитаемый подводный аппарат который позволяет обследовать и проводить фото-видеофиксацию объектов на глубинах до 350 метров вот соответственно и брать какие-то небольшие пробы или образцы для дальнейшего изучения и анализа теперь перейдем непосредственно к району значит вот это собственно вот эти маршруты движения транспортов которые были в тот момент утверждены вот и вот как раз на одном из этих маршрутов вот нижняя карта это современная уже карта с изобатами мы можем наблюдать вот эту вот точку точка находится на примерно если опять же понимаете что эти координаты ну как я уже говорил с погрешностью там почти в квадрате 4 на 4 километра вот соответственно уже эта погрешность дает достаточно большое поле для работы а плюс ситуацию осложняет то что эта точка приходится практически на край подводного плата вот и после начинается резкий свал и падение глубин вплоть до почти километра и далее там до полутора километров вот соответственно в том случае если нам повезет мы сможем и судно лежит на вот этом плата которая там ограничена глубиной 250 метров то это значительно облегчит наши задачи и задачи поиска а в том случае если оно все-таки затонуло немножко еще более южнее от той точки которая указана то в этом случае мы попадаем как раз на вот этот свал это горный надо понимать что это горный свал вот с ущельями со скалами где визуализация допустим с помощью гидролокатора бокового обзора будет уже затруднительной здесь в этом случае нам может помочь магнитометр но все равно это уже будут глубины достаточно значительные которые видимо нам уже придется привлекать уже другое оборудование которое позволит нам работать уже на больших глубинах в настоящий момент мы планируем работать на глубинах до 400 ну максимум 500 метров нам оказывает всестороннюю поддержку Черноморский флот и в частности гидрографическая служба и мы надеемся что вот при при участии Черноморского флота мы результативно проведем эти исследования и в конечном итоге обнаружим это судно значит в любом как я уже говорил при в любом случае удастся нам в этом году его обнаружить или нет Российское военностерическое общество и Севастопольский государственный университет планируют мемориальные мероприятия на также транспорте погибшему берегов Крыма это транспорт линии это грузопассажирский теплоход который был потоплен в 27 июля 1941 года то есть за год до трагедии с Белостоком место гибели транспорта санитарного транспорта Ленин известно это район мыса Сарыч вот и собственно глубина в месте где погибло это судно 94 метра и соответственно оно достижимо для допустим подводного аппарата то есть можно провести фото-видео фиксацию объекта и самое главное это проведение мероприятий связанных с отданием так скажем последней памяти людям погибшим на этом суде чем помимо всего прочего для университета интересны такие проекты и важны это не только естественно в первую очередь это конечно же отдание нашего гражданского долга людям погибших на этих транспортах в годы Великой Отечественной войны это важно с точки зрения патриотического воспитания потому что во всех наших экспедициях и во всех наших исследованиях которые будут проводиться принимают участие студенты и магистранты Севастопольского университета то есть это военно-патриотическое воспитание и кроме того они получают бесценный опыт морских исследований потому что и не только студенты магистранты и мы тоже получаем опыт таких вот работ потому что условия различны условия по глубине по составу грунта по ландшафту морскому все вот эти вот собственно водные которые позволяют в той или иной степени применять то или иное оборудование естественно дают бесценный опыт морских исследований и этот опыт естественно приобретают наши студенты и магистранты которые принимают участие в наших экспедициях вот поэтому здесь как бы вот задачи и результаты проекта они более шире чем можно на первый взгляд может показаться и здесь и учебный процесс и практика и опыт прилагаются к военной военной истории изучению военной истории и к патриотическому воспитанию наших студентов магистрат спасибо за внимание теперь я хочу передать слово нашим участникам нашей экспедиции Станиславу Желтянику который будет непосредственно осуществлять работу с высокоточным оборудованием которое у нас имеется в Севастопольском университете которое будет использовано в реализации в ходе реализации этого проекта в ходе предстоящих работ как бы уже сказано в первую очередь мы используем гидроакустическое оборудование для обеспечения позиционирования используются высокоточные системы навигации это двухантенные варианты которые обеспечивают устойчивость на курсе для стабильной работы гидролокаторов бокового обзора то есть мы таким путем добьемся высокого качества картинки исключив рыскание поискового судна на предстоящих поисковых галках после получения информации после закрытия района и получения какой-то предварительной информации о гидроакустической обстановке об обстановке на дне нашего обследуемого района мы последующим используем либо магнитометр ну и как было сказано при удачном стечении обстоятельств будем использовать ТНП по поводу оборудования в принципе у нас есть маленькая экспозиция на которой можно ознакомиться с тем что во-первых будет использоваться на сегодняшний день в предстоящих работах ну и что вообще есть у Севастопольского университета по данному направлению для обеспечения как археологических поисковых работ так и морских научно-исследовательских работ в первую очередь хочу отметить что гидроакустическое оборудование представлено аппаратурой которая создана непосредственно разработана и сделана в России достаточно высокого качества гидроакустика на сегодняшний день альтернатив в принципе нищим по остальным приборам и оборудованию по магнитометру и по ТНПА мы сможем ознакомиться на катере то есть посмотреть в работе непосредственно буквально через какое-то время хорошо вот мы добрались до экспедиции здесь у нас представлено оборудование двух классов первое это оборудование обеспечивающее позиционирование наших работ это так называемая высокоточная навигация ну в частности ближайшая это фаза 2 российского производства дальше тоже навигационный высокоточный комплекс с двухантенн вариант о котором я говорил что он обеспечит наиболее оптимальное удержание судна обеспечивающие гидроакустическую съемку на курсе и далее оборудование как раз таки гидроакустического класса которое непосредственно и выполняет поиск под водой то есть это гидролокаторы бокового обзора с эхолотами промерными в данном случае у меня в руках сейчас сверхвысокоточный гидролокатор бокового обзора с эхолотом производства НПО-экран то есть российского производства далее ихняя же разработка это многолочевой комплекс так называемый интерферометрический гидролокатор бокового обзора гидрозонд обеспечивающий получение поправок по скорости звука на всех горизонтах от поверхности до дна и вот мы подбираемся вот это вот оборудование гидролокатор бокового обзора с эхолотом 100 кГц у нас излучающий ну при при работе с теплоходом Ленин при поиске его и непосредственно второй комплект навигации профилограф Дона профилограф он к сожалению обеспечивает съемочки на мелководных участках но маленькая особенность в принципе в будущем может быть в следующем году мы сможем его поставить на телеуправляемый подводный аппарат и производить зондирование или сканирование дна с телеуправляемого подводного аппарата a данном экране у нас элемент съемки то есть вот это та картинка которую видит телеоператор гидроакустического комплекса при выполнении съемочных работ можно запустить его в режиме реального времени то есть здесь в ускоренной в ускоренном режиме перемотки у нас сейчас отрабатывается гаусс для оператора все происходит скажем прямо в 150 раз медленнее то есть это ускоренная перемотка но фактически картинка как вы можете заметить достаточно высокого качества то есть мы четко наблюдаем рельеф при попадании какого-то антропогенного объекта антропогенного происхождения в принципе его достаточно легко можно идентифицировать в случае если он конечно не заилен и не занесен песком ну в нашем случае если как затопленное судно будет находиться на склоне на свале опять же здесь могут играть ограничивающую роль элементы рельефа то есть скалы каньоны при как тут вариант нахождения определяется непосредственно удачным выбором направления галса то есть если мы проходим со стороны скалы то теплоход может быть от нас судно затопленное может быть от нас скрыто если мы проходим со стороны скажем так открытого участка то есть никакой элемент рельефа не прикрывает судно то мы его идентифицируем то есть вот этот вариант в зависимости опять же повторюсь от рельефа мы произведем либо поиск на участке 4х4 с скажем так минимальным количеством галсов при сложном рельефе нам придется увеличить количество галсов где-то в два раза галсов надея